Привет, мои дорогие подписчики и те, кто в первый раз зашел ко мне в гости. Я вас всех очень рада видеть. Меня зовут Лена и добро пожаловать на мой канал, который называется Зеленская Handmade. Так, сегодня в этом видео я хотела бы вас и, конечно же, себя порадовать такой замечательной новостью о том, что я начала вышивать миробильку. Наконец-то, да-да-да, я ее начала вышивать. Когда я выкладывала это видео о покупке, когда вам показывала, что внутри этого наборчика, я говорила, что как только я стартанул с этим набором, я буду снимать видео и обязательно вам покажу, обязательно расскажу о своих впечатлениях, о своем мнении, ну вообще, обо всем, обо всем. Собственно говоря, так и получается. Сегодня я вам буду показывать мои первые продвижения, мой старт этого проекта и поделюсь, по крайней мере, вот первичными своими впечатлениями, своим мнением. Потому что посмотреть набор – это одно, а когда ты уже начала его вышивать, это совершенно другое, вот 100%. Но перед тем, как я вам буду показывать, что у меня есть на данный момент, я вам покажу, как я организовала данный процесс. Потому что, если честно, я думаю, то, что организация любого процесса – это один из важнейших элементов вообще в вышивальном процессе. Как говорится, организуешь процесс, так и, собственно говоря, и будет он идти в дальнейшем. Мне кажется, то, что организовать уже вышивальный процесс – это важно, знаете, еще потому, что, если все хорошо организовано, тебе самой нравится, тебе удобно, процесс как-то легче будет идти, не будет каких-то вот проблем. Я всегда стараюсь этого достичь. И сейчас я вам буду показывать, как я его организовала. И вначале я хотела бы начать с того, как я вообще храню свой рукодельный процесс. У меня вообще в рукодельном уголке произошли такие жуткие изменения. Я все там перебрала, переставила и изменила несколько. Я, в принципе, давно уже частично изменила хранение своих рукодельных процессов. Я давно вам уже об этом говорила. Но вот сейчас, мне кажется, что я это сделала совсем-совсем здорово. И сделала я это с помощью вот таких, вернее, замечательных папочек. Кстати, могу сказать, что единственное, они частенько ломаются. Значит, эти папочки на замочке. Вы знаете, если схема, ну или вообще там упаковка, то есть, вернее, обложка, она формата А4, вот поэтому эти папочки ломаются. Здесь, наверное, от 3,5 листа А4 здесь, в принципе, ломаться ничего не должно. Вот замочек заклинивает и плохо потом закрывается или вообще ломается. Так, я храню теперь вообще все свои рукодельные процессы только так. Здесь у нас схемочка лежат, ниточки лежат и здесь лежит бисерок. Ну, это все уже касаемо непосредственно этого процесса. Вот так я ее открываю и буду вам показывать, что тут есть. Все-таки организация процесса, хранение процесса. Вот, это очень-очень важно. Так, самое главное, что я хочу сказать, вот она. Вот он, титульный листочек. Здесь картиночка, здесь ключ к схеме. Единственное, что хочу сразу сказать, значит, схемка здесь сделана на таком листочке глянцевом. То есть напечатана на глянцевом листочке и когда ты вышиваешь, сидишь, и у тебя светят лампы там, и вообще свет, она начинает поликовать. Очень неудобно. Первое время, когда я вышивала, мне было вообще-вообще неудобно. Но все-таки, ну, я потом это исправила, сейчас покажу, как я это исправила, исправила эту ситуацию. Мне напоминает схема из ночного города. Ой, прям раздражает, конечно, меня, когда такие вот схемы напечатаны на таких материалах, на такой бумаге. Так, значит, я взяла, здесь проклеила скотчем и здесь проклеила скотчем, потому что вот регулярно вот так складывая, складывая, здесь вот какие-то, ну, я не знаю, как это правильно сказать, трещинки, что ли, на сгибе появлялись. И я решила все-таки, ладно, думаю, сразу, короче, подклею, чтобы проблем не было. Схему я только вот здесь по центру прочертила синим, господи, синей ручкой. И изначально, когда я зачеркивал, я, сами знаете, всегда зачеркиваю, зачеркивал здесь простым карандашом. Потом я его весь стерла. Для чего я это сделала? Есть у меня такая мысль, если я закончу вышивать замечательно этот набор, может быть, я продам и схемку, и, собственно говоря, все остаточки. Потому что, ну, набор очень хороший, очень такой, я думаю, многие бы, наверное, хотели его повышивать. Но цены на эти наборы достаточно такие большие. Так, давайте я вам покажу. Ну, я уже, в принципе, это показывала еще, когда, собственно говоря, только его распаковывала. Здесь у меня хранится бисер. Что меня больше всего поразило, это те емкости, в которых хранится бисер. Вообще всегда я видела бисер, который был в пакетиках. Ничего другого, собственно говоря, я не видела. Никогда не видела. А здесь вообще такая классная, классное такое хранение. Единственное, что когда я его открывала, у меня был какой-то постоянный, вы знаете, такой страх, блин, если плохо, закрою, если рассыпется, ой. Ну, ладно. А здесь, кстати, на этом бисере написано. Так, Мил Хилл, продукт оф Джапан. О, как. Ну, в общем, бисер мне очень нравится, и нравится мне, как он хранится. Ну, необычно, скажем так, необычно. Так, что у нас еще есть? Вот они, ниточки. Каждый цвет закреплен на таком, ну, будем их называть, маленьком органайзере. Этот весь, эти все органайзеры я пронумеровала для того, чтобы... И уже непосредственно в самой, в самом ключе к схеме я тоже написала номерки. Мне так удобно, мне так нравится. Здесь осталась часть цветов. Те цвета, которые я не использовала для того, чтобы намотать на органайзер. То есть, грубо говоря, все, что осталось. Может быть, то, что пригодится потом. Ну, в принципе, с тем, что хранится уже в папке, я думаю, все понятно. Теперь будем смотреть самое главное. Все, что у меня после того, как я сделала реорганизацию своего рукодельного уголка, вот таких вот коробок у меня стало очень-очень много. Так, ну, органайзер, органайзер. Так, давайте я немножко покажу. Ну, как обычно, ниточки. Вот этим бисером я уже вышивала. Он у меня открытый, лежит в такой коробочке. Опять-таки, для того, чтобы он не рассыпался. Вот так сюда кладу и храню. Очень красивый бисер. Такие вот, знаете, красивые цвета. Вот, по-другому не сказать, очень красивые. Мне прям вот безумно нравится. Сейчас я вам покажу, что у меня еще есть. О, нитка, которую я пришиваю. Сейчас я замотаю. Которую я пришиваю в бисер. У меня титан 200. Я ее тоже кладу в эту коробочку. Таким образом я храню бисер, ниточку, ножнички. Так, это я сама нарисовала все значки. У меня была такая мысль, ранее надо отксерить. И что-то я так и не отксерила. Но вот, кстати, по поводу схемы. Вот вы сейчас увидите. Часть, половина схемы. Я все-таки отксерила. Не то, чтобы была с этим какая-то проблема. Я тогда попросила мужа отксерить. Он забыл это сделать. И, короче, в общем, я обломалась. Пришлось мне таким образом чертить карандашом на оригинальной схеме. Вот такая вот ситуация как бы была. Но сейчас я все отксерила. И, соответственно, так как у меня есть вот такая схема, и она с большим удовольствием чертит, закрашивает все на этой схеме с помощью текстового делителя. Ой, с большим удовольствием это делаю. Тем более я такой человек, который любит закрашивать, и всегда закрашиваю. Так, что у меня еще хранится в органайзере? А в органайзере, в моей органайзерной коробке, остались ниточки, которые мне были нужны для того, чтобы я смогла закрепить их на своей низанке. На своем, вернее, органайзере низанка. Много я никогда не беру. Креплю совсем, в принципе, по чуть-чуть, так как много туда вообще не очень удобно крепить. Так что делаю только так. Ну вот она моя коробка, которую я сейчас уже буду благополучно, так скажем, собирать и убирать. Еще раз вам покажу. Вот таким образом хранится все детальки к моему процессу. Хранится в коробке органайзера. Как-то так нужно подумать и сказать. Так, вот она моя, мой замечательный органайзер от фирмы Низанка. Вот здесь, я сразу могу сказать, я здесь, в принципе, подписала. Здесь у меня миробилька, а здесь 8 цветов и один для этого, для бэкстича. А здесь у меня закреплены ниточки от моего хомячка, который я, так, собственно говоря, не дошила. Но, к большому сожалению, у меня больше нету свободных органайзеров, которые мне, ну как бы так вот, понадобились. То есть у меня 2 по 48 и 2 по 36, и все они заняты. Ну, я, судя по всему, приняла такое решение все-таки сделать так. Если вы, собственно говоря, это сейчас видите, вот так вот я решила сделать. Не могу сказать, что у меня там, знаете, какие-то проблемы с этим возникали. Этот органайзер у меня хранится в моей фиолетовой коробочке. Со всеми, собственно, остальными деталями от этого процесса. Потихонечку беру все цвета. Вот вы, как видите, собственно говоря, не очень много я взяла ниток, закрепила, и мне безумно удобно. Можно было бы, конечно, из этого органайзера вытащить все нитки от хомяка, но я не стала это делать. И пока я пользуюсь только так. Аккуратненько беру вот эту вот коробку, коробку органайзера, и вот так вот ставлю. В общем, собственно говоря, вот она вся моя организация, процесс. Теперь будем смотреть, говорить о самом интересном. А вот оно, что самое интересное у меня есть. Вам хорошо видно? Я надеюсь, вам хорошо видно, и вы можете оценить, как у меня все получается. Но я думаю, для того, чтобы вы могли получше это все оценить, и вам было получше все, естественно, видно, я вам покажу чуть-чуть поближе. Вот они, замечательные голубки, которые сидят на этой елке. Немножечко, кстати, я вышила бисером. И в основном у меня вышивка идет зелеными цветами. Одна моя знакомая девушка из Инстаграма, которая мне помогала, во-первых, с выбором того магазина, в котором можно приобрести. Вот, еще одна знакомая мне тоже помогала. Даша мне помогала с выбором, говорила, в каком магазине. Оля мне тоже самое, в принципе, говорила, в каком магазине. В Инстаграме можно заказать. А вот уже, когда я стала приступать непосредственно к процессу вышивания, Даша, за что я, а я знаю, она, наверное, будет смотреть мои видео, я ей передаю большой привет и говорю большое спасибо. У Даши, кстати, эта елка тоже вышита. Она мне все распедалила тут, сказала, как вышивать, показала, все подсказала, ответила на все мои вопросы, она мне очень сильно помогла. Потому что, естественно, при уже начале этого процесса я некоторые вещи просто не знала. Вот, ну, не знала все. Для меня это первый процесс, во-первых, на такой ткани, вот, если я правильно понимаю, это лен. Вот, и мне, кстати, знаете, что напомнило? На мою вышивку, которая была у меня летом, рыбацкая лодка, там я тоже вышивала вот такого плана крестики. Там, чтобы сделать крестик, надо было, чтобы клеточка была четыре. То есть, как это правильно сказать? Короче, не такой, как обычно ставятся крестики. Я, наверное, ставлю видео и покажу. То есть, там весь крестик был сделан на четыре клеточки. То есть, полукрестик, вот он был сделан на две, считай, клеточки. То есть, там вот во всем крестике было четыре клеточки. А мы обычно, когда вышиваем на любой конвейном 17, там на 16, там у нас крестик, собственно говоря, какая есть крестик, крестик в одну клеточку. Вот, а здесь по-другому. Я сейчас вам покажу, а то я, может, подумать какую-то фигню говорю. Вообще-то, я бы тоже... Во-во-во. Сейчас вам. О, видите как? Здесь крест... Так, неправильно что? Не, не, правильно все посчитала. Здесь крестик состоит из маленьких клеточек. Их четыре. Ну, так вот. Значит, мне это напомнило очень-очень-очень сильно мой процесс «Рабацкая лобка». Только там, по-моему, он вышивался на... На... Айде 27-й. Ну, чуть-чуть походит, не могу... Подходит вот к такой же... К такому же материалу. Но какие-то маленькие отличия все-таки есть. Ну, в целом, почти что точно так же. Так что, когда я стала вышивать на этой основе, у меня вот... Мне очень-очень вспомнилась вот именно та вышивка. На этой основе у меня первый раз происходит такой процесс, такая вышивка. Мне даже, кстати, тогда сказала, что... Вернее, она мне сказала, когда я ей написала вот, я не знаю, как получится, там, тра-та-та, может, тяжело будет. Ну, в общем, она мне сказала ничего. Сначала, может быть, будет там как-то... Не очень, а потом втянешься, не будешь ее отпускать из рук. Вот. Говорит, ничего, говорит, в следующем. Ну, это же новогодняя, в принципе, зимняя какая-то вышивка, больше новогодняя. Вот. Она мне говорит, ну, как бы так, к следующему Новому году уже и закончишь, и оформишь точно. Вот. Ну, как-то я не знаю, когда ее, в принципе, закончено. Мне очень-очень нравится ее вышивать. То есть, мои первые впечатления от этой вышивки только положительные. Мне нравится вышивать на этой основе. Эту основу я закрепила на вот такие вот деревянные пяльцы от фирмы Гамму. У меня такие есть. Одни маленького диаметра. Это побольше. Вот. И я вышиваю, используя свой драгоценный подпопный станок, на котором я всегда вышиваю станок от Босс, который я вообще обожаю. Прям жить без него не могу. Вот. Вот, вышиваю я, собственно говоря, как обычно. Могу сказать, что скорость моего вышивания, наверное, не то, чтобы хромает, но не такая быстрая. Вот. Изначально я, знаете, о чем думала? Разметить эту основу. Ну, не, Даша сказала, нет, это будет, скорее всего, нереально. Потом, когда я сама посмотрела, думаю, нет, это будет нереально. Ну, и вот так вот потихонечку, она мне, кстати, еще посоветовала, знаете, как вышивать, ну, как бы, обращаем внимание на этих голубей, тогда будет понятно. Так. Мой замечательный, кстати, можете посмотреть, какой я себе великолепный чехол купила. Сколько брюлика. Класс. Это у меня органай... Ой, господи, будильник сработал, напоминалка какая-то сработала. Это я на что-то поставила. Зачем? А, ну да, время. Мне надо было маме позвонить. Ну, так вот, я немножечко отвлеклась. И, значит, смотрите, вот этих вот я в голубей вышла и буду потихонечку идти вот к этим голубям. Вроде, как она сказала, для того, чтобы получше ориентироваться, нужно ориентироваться, по крайней мере, по ним. Ну, собственно говоря, что я и собираюсь делать. Когда я выкладывала видео о покупке, вот, мне некоторые девочки написали о том, что эту работу нужно аккуратно стирать, потому что нитки будут, могут полинять. Вот такая тема была. Мне как бы везло, конечно, с этим. Но я не знаю, короче, что с ними будет, с этими нитками. Как их постирать, чтобы каких-то проблем не было. Вдруг, правда, они полиняют. Короче, не знаю, что делать. Там еще мне комментарии, вот, написал молодой человек Роман, за что я, конечно, еще раз хочу сказать ему спасибо. Он мне, знаете, дал такой, значит, совет по поводу вышивания, уже непосредственно рассказал мне, как лучше вышивать крестики. Кстати, Рома, я уже писала, я крестики так не вышиваю. Я обычно вышиваю просто полукресты, могу сделать полукрестов, там, 5, к примеру, да, потом иду назад и делаю крестики. Так он мне рассказал, что надо сразу делать крестик. Полукрест, потом крест, полукрест, потом крестик. Ну, я могу сказать так, что где-то я, к большому сожалению, уже в этом процессе так не вышивала. Но теперь я уже, собственно говоря, услышала, прислушиваюсь и буду вышивать именно так. Вот, по поводу бисера, значит, была у меня мысль бисером вышивать попозже. Ну, у меня постоянно, вот, знаете, какой-то вот тянет меня туда-сюда сразу бисер пришивать, потом бисер пришивать. Ну, все, я подумала-подумала и решила пришивать бисер сразу, вот сейчас. Вот эта вот нитка, кстати, вместе с иголочкой, это нитка как раз-таки для пришивания бисера. Вчера я не успела весь бисер пришить. Вот здесь я где-то пришивала. Буду пришивать, ну, уже буду, наверное, вечером сегодня пришивать. Вот здесь, здесь очень много зеленых оттенков. Вообще вся эта, ну, елка, естественно, все зелененькое. Вот. Ну, знаете, что для меня это тоже новое? Я всегда расчерчивала канву. Я всегда чертила на квадратики по 100 клеточек внутри. И здесь у меня сейчас такого нету. Ну, я потихонечку, я быстро уже не вышиваю так, как раньше на кове я вышивала. Вышиваю медленнее. Ну, стараюсь вышивать как-то и присматриваться, чтобы не растеряться где-то и не потерять. Ну, вроде, как я сейчас смотрю, по-моему, я все правильно. Я сначала вот здесь вот вышивала. А отсюда я шила, шила, шила и дошла досюда. То есть, короче, я не ошиблась. Боялась ошибиться, но не ошиблась. Мне очень нравится вышивать на такой основе. Я говорю, это у меня в первый раз прям такой. Ну, в первый раз. Вот. Ну, вообще вышиваются очень здорово. Самое главное, красиво. И крестики какие-то другие, и вообще и фон будет какой-то другой. Ну, опять-таки, быстро не вышиваю. И эту работу я с того момента, как начала вышивать, я ее из рук не выпускаю. Все оставила. А у меня, кстати, не так много есть, чего оставить. Но все оставила вышивать только эту работу, только этот процесс. Мне очень-очень-очень нравится. Так, значит, мои впечатления по поводу вышивания только положительные. Мне все очень нравится. И в первую очередь мне нравится организация, которая у меня есть. И это самое-самое-самое главное. Ну, надеюсь, что в ближайшее время я тоже буду вышивать эту работу и обещаю порадовать вас уже своими какими-то большими продвижениями. Ну, хоть чуть-чуть, побольше, выше, и обязательно вас порадую. Всем большое спасибо, что были у меня на канале и смотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Заходите ко мне на канал, добавляйтесь в группу и друзья ВКонтакте, в Одноклассники и подписывайтесь на страничку в Инстаграме. Всем большое спасибо, кто смотрел мои видео об этой покупке, написал мне много советов. Спасибо, кто написал мне советы и много вопросов по, опять-таки, по поводу покупки этой работе и в Инстаграме, и ВКонтакте. Большое спасибо за ваш интерес, мне очень приятно. И многие комментарии, многие сообщения, они меня очень порадовали. Ну, а мы с вами увидимся уже в других моих видео чуть-чуть попозже. Всем желаю хорошего настроения, самое главное, не болейте и будьте счастливы. Всех люблю, всех целую. Пока, пока.